Всем привет дорогие друзья, поздравляю Сельс с окончанием катакомб отступников клановых и одиночки. Не важно какое вы заняли место, если вы участвовали, вам пришли уже подарочки. Как видите мне глад не выпал, но так бы сказал нехило колпа закрывалась. Где-то 4 точности, там урон умений что-то я закрыл, кристаллы души, пробудился скиллочек. Развиваемся, играем. И самый главный вопрос, где цука топоры, когда обнова с топорами, блин, я уже не могу ждать. Я хочу чтоб вышли эти топоры и эта игра загнулась и все, это моя мечта. По обновлению тут ничего такого сверхъестественного, запускается арена острова древних. Если вы 80 левел туда не ходите, много теряйте. Информация о подборе для острова древних Барц Эрика Леона Зикхард. Начинается новый сезон катакомбов отступников. Давайте самую минимальную посмотрим. Это что у нас? Поход одиночку. Три карты по 11 раз высшего. Кристаллы души высшего, три штучки. Там зелье пробуждения высокого качества. Редкая книга. Но это минимальная награда 5 боев сыграть. А если вы в ветеран попадете, минимальная награда уже героическая книга наследника. То есть смысл ходить и сколько там, 4-5 месяцев брать книгу, но в ветеран можно попасть, я думаю. Или упороться только альтами всеми сходить и получить. Так намного вкуснее получается. Можно закрыть все книги, если у вас нет там коллекции, к примеру. Также катакомбы отступников клана. Вообще вкуснятина. Чистый эликсир. 38 штук. Карта роскошного артефакта, с которого не выпало мне ни одной. Мой класс. И карты на класс. 12 штук. И кристаллы души 12 штук. По 11 раз. Очень вкусно. Советую не пропускать. Гача, буст. Оно все, короче, по зернышку, по ниточке и ваш перс получается. Добавлены редкие временные коллекции. Обновлены коллекции редких временных предметов. Дальше. Ивенты. Групповые подземелья. Награда Х2. Рама расцвета на час больше. Теперь 2 часа. И там выпадают знаки поручения. И симка. Виталка. Расходка. Зелье развития 10%. Добавляется вот такой вот сезонный пропуск. Очень много виталки. Это очень круто. Будем качаться. Модификация снаряжения. Выполнить 5 поручений со свитка и от статуи. Тоже очень легко проходится. Но если вы в катакомбы ходили, то вы просто на изи проведете. Ничего такого сверхъестественного. Подземелья. Победа над боссами. Мировые боссы. Ну там можно партизанских. Ну 10 штучек забрать. В целом очень круто. Вот видим тут карты высшего артефакта в пропуске. И тут карты класса. Адена на выбор. В целом такой пропуск виталка. Добавляется. Добавляется вот такой вот бонус. До 23.10. Финальная награда. Легендарная героическая карта. Может выпасть. Перед финальной наградой карта мастера. 11 раз. Очень вкусненько. Ну так вот за 1500 алмазов он считает, если брать ордена. Знаки, кристаллы, карты мастера, кристаллы души. И тут еще можно, да, ордена взять. Очень крутая награда. Покупаем расходку. Плюс кубки, которые помогут качаться. Роскошного артефакта. Ежедневно карты. 14 дней. Я бы взял, так как этот перс один на сервере. Я не знаю, я нафармлю ли 1500. Это нафармлю, наверное. Через недельку-две. Оно как раз до 23-го. Он, конечно, исчезает когда-то. Не знаю. Наверное, возьму очень крутой такой для развития персонажа. 1500 алмазов. Не очень дорого. Можно и взять. 10к-очков пробуждения. Ну, вообще. Переходим. Донат-магазин. Закончилась смена класса. Вот такой вот зареал пак. Карты мастера. Карты высшего. Карты улучшенного. Две героические карты. Там рандомного может выпасть. Также расходка. Дальше зареал с алмазами. Три пера. Для восстановления. Карты артефакта. Высокого. Реликвия. Вот такой вот пак. Карты мастеру. 1500 алмазов. Бонусная монета мастерства. Расходочка. Если скупаем все паки, получаем дополнительно легендарную душу. Рандомно. К примеру, у меня нет легендарных душ. Если вы получаете первый раз легендарную душу, это 800 очков. Это очень круто. Такой вот тоже, ну, очень вкусный пак. Если вы донатите, ваш персонаж должен радоваться. К обычным пакам. Трехэтапные. Тут у нас карты мастера на выбор. Также талончик. Меняется донатная бежа. 5% шанс при неудаче. Карты возвращаются. Но это если мы скупим все паки. В самих паках знак создания. Это не коллекция. Можем создать карты агатена мастера. Высшего. Короче, гача на карты очень вкусно. Реликвия, чистый эликсир, расходка. Карты артефакта обычные. Одна карта мастера, 6 карт. Высшего п. 11 раз. Так, компасы. Продолжаются компасы. Как всегда, тут у нас все скрафчено. Мифический рецептик скрафтили. Продолжаются пентакли. Книги наследника. Скорость атаки. 5% сила. Ловкость. Короче, со статами. Книга абсолютное уклонение. В этот раз у нас промоушен с вещами. Падшего ангела. Видим, нигде фиолками не возвращаются при неудаче. Доспехи на выбор. Не ложат вещи луны. Вот такие вот обновления. Ждем топоры. Ждем нормальные обновы. Ждем Годдард. Ждем Петов. Все ждем. Пиши, будешь ты в Tron and Liberty идти играть 1 числа? Пиши, как твое настроение? Пиши, как твое настроение?